Девчули, всем привет! Мы на даче. Сын Леночка, я и Верочка. Приехали с ночёвкой. Так, Леночка, верни мои сланцы. Она в ночной ушке, видали, модная. Сын, правда, на работу едет. А мы с Леночкой останемся, сейчас они попозже. Ещё Ульяшку сберут и садик привезут. Хотели завтра остаться здесь с ночёвкой. Ну, приехали, короче, сын, что-то охота здесь с ночёвкой остаться. Я ему в ночь сегодня. Дай-то себя тут покажу. Леночка, да я б ты сегодня остался. Я говорю, ну давай, останемся. У них дома матрас надувной. Так что и диван нету даже хорошо. Вон сейчас у них спрашиваю, дома воняет? Они говорят, нет. Она ещё мамка тогда, Люба, вообще в доме не воняет. Ну, вот диван вытащили, старьё. И перестал вонять. Так что с ночёвкой остаемся. Так здорово. Ой, соседка моя здесь, он сгорает. Здравствуйте. Так что вот так, дивсюрки. Ещё что-нибудь поснимаю попозже, покажу вам. Ой, укачиваешь. Сидеть. Сыну в ночь. Лёха, отдохнусь поспать. Верочка тоже спит. Сейчас Леночка посидим. А Витя, дела хоть поделаем. Ой, хорошо, как девчонки. Ещё хотела рассказать. Я в шоке. Когда я делала водонагреватель, помните, рассказывала. В апреле, да, Витя? Не греет воду. У нас опять воду отключили, горячую. Он не греет, нифига, зараза. Вчера написала в WhatsApp, этому, кто был. Смотрю, к вечеру звонок. Его, как объяснить, напарник. Этот сам, кто был в отпуске, напарник. Ну, если будет у меня сегодня время, приеду. Короче, ни хера не приехал, девки. Сегодня я на дачу коптила, но он не звонил. Ничего, блин. Я что, буду сидеть, ждать, что ли? Без то. Сын говорит, скупой, плавит дважды. Надо было новый сразу купить. Варяга. Так этот водонагреватель, он новый. Ну, сколько ему? Блин, когда же его покупал-то? Ну, года два назад. Не больше. Не помню, может быть, обманываю. Но, мне кажется, года два назад. И намахнулся. Это что? Это же ненормально, блин. И куплю так же новый. За год он работает, девочки. Месяц у меня водонагреватель. Всё. А, блин. А, чё? У меня мозоль, я вот твои эти одела. А ты, Пашин, чё сланг снял, док? Он тоже сейчас будет уходить. А чё он спать не стал? Пока он не хочет. Понятно. Ты сейчас разольёшь. Ой. Купили вон пепка лёгенького решили попить. Жарко. Да, Леночка, ну лёгко купил. Ну, милая моя, тебе крепкую нельзя. А то, не дай бог, окосеешь. Да с детками. Да, я говорю, вон висит тыква. Сиди. Ой. Вот она, моя красавица. Ты-то сиськи-то не сняла? Липочка-то? Я-то сняла. А чё с капустой на твоей стоит? Поджарная грика? Да, скорее всего. Я говорю, вот хорошо, кто живёт, как говорит, сплевает, то и дело. Ты не заметила, у нас вон там в тыкве одна белокочанная вылезла. Обалдеть. Ну, посмотрим, что будет. Мне свекровь давала. Ну, я вроде спросила, говорю, сладкая. Она говорит, сладкая. Посмотрим. Тыква. Посмотрим. Есть это. Ничего не будем готовить. Жарко, ничего не хотим. Решили окрошку завтра сделаем. А сегодня чё будем? У меня хочу бит. Прямо шучка хочу. Ой, я как-то вообще, вот, не поверишь. Вообще не хочу. Ой, где мой бит? Ой, поверьте. Чё, малина? Всё. Собирать пора. А она есть. Там чё-то есть. Сегодня, может, вечером знаешь, чё сделать? Где суховинь вот эту обрезать нахер. Малину там чё. А, мне чё делать мороженое собирала. Конечно. Ой. На обрез, может, вот эту суховинь, да всё полить. Полоть, пололи, но хоть опять полить. Короче, сегодня вечером поливать. А завтра пора с утра встать. Посмотрим, может, ей прополоть всё. Клубнику уже смысла нет обрабатывать. В сентябре, да? А где вода? С утра была. С утра была. Угу. А вечером не дают? Я помню, с утра вечером. А вечером, хуже не помню, либо в воскресенье будут. Я с кальмарами пивко пью. Леночку с чипсами. Версов собирали, много было? Нет. Я прям ведро взяла, подхожу к куст прям, тын-тын, потрясла ведро, все жуки попадали. А мало было, кстати. Я не знаю, может, ну, кустов семь. Я смотрю, картошка пушистая. Угу. Да хоть бы родилась бы. У нас картошка вкусная, вот сажаем, но мелкая. Я куру перезимаю. Май. Она желтеет. Там, наверное, должна желтеть листья. Что, думаешь, нет, что ли? Нет. Они желтеют, когда куру уже надо собирать. Угу. Фиг его знает. Там кабачок какой огромный. Ты тогда кабачки брала? Это кабачок? Да. Бабуль тыкву сажала. Это кабачок мы сажали. Мы там даже оставили. А ты, походу, его не срезал. Вон, глянь, висит какой. А потом я его и не срезала, потому что бабуля сказала, что она там тыкву посадила. Кабачок. А я даже туда и не лезла. Угу. Сейчас вечером огурцы пойдем. Проверим. О, собачечек пожарит. Ну, да. Угу. Ой, блин, у меня дом азелит. Там есть полный, не полный. Я тут плиту мыла азелитом по. А что ты мне оставила? А меня здесь не было. Это я, в смысле, мыла плиту, но помыть б азелитом. Как уж плохо отмывается. Настя пришла тогда дома, вымыла все на даче. Вот там, честно, варьку ма, как молодец. Газ прям белесый, холодильник белесый. В доме все отмыло прям. Ну, красота, красота. А я ей говорила, варьку ма, не обижайся, все так грязно-то. И она вот, я молодец, Кумангат, я хочу, чтобы как ты, я была. И говорю, ну, молодец. Прям правда. Во мне еще это, в доме стол, а на столе, знаешь, чашки вешаются, как чашечки висят. Вот ты меня заразила, а я теперь не могу дома находиться. Вот эта грязь, а у меня все вот так тряс. Это я, да, да. А некоторые, кстати, подписчики думают, что я крестнуля. Я не хотела у тебя пылесос взять на очень мелкую дачу. Я не такая прям чистюля-чистюля. Сейчас я как-то прям облошадила. Но поверхностно всегда я стараюсь, чтобы было чисто. Вот всегда. А раньше я вообще аж была дотошной при этой грязи. Кажется, там вещичку. Все это сейчас. Я не знаю, что там случилось или старость. Или не знаю что, блин. Нет, то, что как лежишь, тебе хорошо. Я, наверное, знаешь, почему? Так, сейчас. Мы вдвоем с Толиком, и я как-то особо не парюсь. Тут еще, знаешь, как особо и мусорить некому. Что он там взял какую-то футболку. Вещь, ну как, аккуратно все получается в том плане. Когда с детьми, понятное дело, там вечно бардак, вечно убирать надо. Ага, у меня трое. А у тебя вот именно. Старшенькие, да и две маленькие. Средненькие, да и младшие. Ой, ну сын-то, сынок мой. И все, и хоть прибей. Ой, красота. Прямо в этом году мы все на ворота чистим. Да. Таш, Лена, ты хозяйка хорошая. В том году, я помню, у меня даже фотка осталась с Ульяне день рождения, вот тут была жопа. Ну, в том году, во-первых, ты беременная, и плюс мы тут занимались другими делами. Деревья спиливали, это воротину делали, и получалось, как нам не до огородов. Хотя мы ведь тут с тобой прям с ночевкой мы так часто были, и плюс я одна еще была. А вот почему так? А в этом году, видишь, как ты это, ты в строю, пусть к нету, и наяриваешь. Я не люблю огород. Я вот прям вот, ну не люблю. Вот зачем дачу покупала? Не знаю. Она прям вот, пошли полоть картошку. А у нас, знаешь, у нас целое поле картошки было, просто поле, вот в Федоровке. У нее от мамы там достался домик, и это. Ой, я вообще, мы так, вот Нинка, Вовка, все мы, Вика, это просто балажок. Мы там днями, ночами просто ночевали на этой картошке. Я так не любила. Я говорю, у нас он с сестрой с двоюрода жуков собрать посылают. Мы на взрыд шли, на взрыд. Мы просто не как-нибудь на взрыд шли тупо этих жуков собрать. А соберем, и то как мы там соберем. Соберем, типа. А тут бежим счастливые, довольные. Вот начала говорить, почему дачу-то купила. Не из огорода. Мне это огород, что он есть, что его нету. Я люблю вот свой домик, посидеть, отдохнуть. Мне кажется, если бы у меня был дом шикарный, я бы нафиг никакого огорода не было. Я бы тут все заасфальтировала. Я не знаю, может я, правда, старая стала, но для меня огорода это прям... Не люблю, не знаю. Вот посадил, и это все вырастает, и прям вот аж на душе. Ой, не люблю. Не люблю. Магазин пошел, блин, и купил. Ну, значит, этот магазин, тут все свое, свеженькое. Я люблю чисто дом. Вот, ну, поняла, вот это как. Не вот эти скворечники многоэтажки, да, а вот именно это. Говорю, я бы вон, говорю, у меня все бы там асфальтирно было бы, бассейн, детская площадка, стоянка для машин, вон, манхалы, кварялы. Вот это все было бы. За третий вы миллион щенку даете. Надо рожать пацана третьего. Тимофейку. Ой, надо мне. Ну, третий будет нам такой, шустряк. Или опять девка. Паш, ты да, фигейт. Чё, Паш, я охренею. Ну, хотя, Паш, ты глянь, он прям Верчик-то, ему как-то и пацана особо не надо. Он прям Верчик, да, песен там и шлимил. Мал-матерька на властях, и соседка эта. Ой, как называла, типа, ну, я сказала. Она, вот третьего, типа, надо. Я говорю, нет пацана, говорю, хватит девок. Она, да какие, говорит, пацаны, их и в армию забирают, и наркоманы. Говорит, а девки-то чё? Да есть и девки, похуже, пацанов. Вот у меня Паш-то, он пацан, единственный сын. Ну, я, например, им довольна. Вот я им довольна. Он, в плане, вот, помочь, вот, если вот, там, я когда болею, что-то, он как переживает, вот, и это всё. Нет, мне говорю, и девка-то никакая нахер не нужна. Ну, я и хотела, сынка, и родила, сынка. Ты колёса хочу какой-то, колёс. Ой, колёса протирать. Протирать, говорю, подёргать. А, траву. Чё ты это? Мне девчонки-то уж писали. Не помню, девочка мне на цене писала. Солю как посыпает, как и сорняк даже как не выходит. Они, вот, писали девчонки в плане от этих, как его, слизнит этих. Ну, слава богу, вот, отраву купили ни одного. Прям хорошая отрава. Вот. Он говорит, и соль, говорит, и даже, говорит, сорняк не идёт. Попробуй, может, где. А, может, попробуй соль где спануть ради интереса. Катя, не знаю. Да, соль, а чё она? Дождь идёт, бывает, вода солёная, не дождёт. Не, даже не знаю. Ну, писали девочки, может, и правда. Какие у нас в этом году помидорки, глядь. Да, высоченные. Пошлось. Что это они такие? Она тоже близко посадила. Ну, да. Но они, видишь, как посадили, не особо близко сажали. Они разрослись, и получилось прям вообще. Ну, в этом году, значит, помидоры будут хорошие. Ну, дай бог, дай бог. Что перца вообще нет? Вы знаете, яиц, как говорится. Не закрывать надо. Снимай заднюю камеру. Не знаю, всё это меня от видно, не видно, всё снимаю. Я прям за баклажан смотрю. Радуешься. Я вспоминаю, когда они только вылазили. Когда вот прям вот-вот вылазили, как я радовалась. Я знаю, как хочу баклажан приготовить. Берёшь баклажан, добиваешь. Прям такой. Он мягкий, получается, сделаешь надрез. И напаршировать там куриное филе я хочу. Чуть там помидорку, сыра много. Я хочу, знаешь, в чём библию, недавно это. Видела я битву шефа. Баклажан тоже лодочку делаешь. Паршку, сыр много, специи. Вот это всё там помидорчики можно сделать. И запекаешь всё. И он просто, он это ест баклажан, такие мягкие отваливаются. Я раньше фаршировала пополам, разрезала баклажан, а то же курицу, там вот это всё, сыр, ну не помидорчики, да, лодочки. А это вот, я, ну, просторы, интернет, там много что есть. То подбиваешь, и вот скалка или чем-то, он становится такой мягкий, как пустой. Разрезаешь, там не надо тебе серёдку что-то выковыривать. А просто разрезала, ну поняла как. И у тебя получается там фаршируть, чем хочешь. Так что вот так. Всё, не спишется, но... Меня видно, вот я снимаю, кстати, на заднюю. Ну хорошо. Ну это мне скажи, это только маму. Нормально всё, всё хорошо. Нет, выписываю всё хорошо, слава богу. Это у нас же дома? Да, уж давно. А малину, значит, не соберёт? Не знаю, может, там и нет этой малины. Обычно, когда это чё-то, она свекрой всегда звонит. Он же возраст чё. Чё хотим? Девятая десятка, господи. Ну чё от неё хотим? Я говорю, я прям говорю, дай бог. Каждому в её годы такое здоровье. Тут, блин, люди, извини меня, до семидесяти не доживают. От девятой до десятки хотим, чтобы всё девочка скакала. Хватит смеяться, блин. Я тебе скажу, она благодаря огородам дожила. Она ещё северная. Как вот эта накалка, они северные, они такие люди. Крепкие. Плюс огород, конечно, земля, как у меня сестра двоюродная. Вот, как у меня сестра двоюродная. Да. Как у меня сестра, как у меня сестра, земля силу придаёт. Мне кажется, просто надо полить. Мы сегодня польём. Чё мы тогда приезжали, днём поливали? Это не серьёзное кино, днём поливать. А мы приехали следом за вами всё сутро. Вообще сутро. Вот. Поэтому нельзя. Я говорю, и завтра, давай к нам с утра, моя дорогая, я проснусь. Тебя разбужу. В шесть там во сколько пойдём. Ещё с утра польём пожирней. Пока вот такого солнышка не будет. Я рано встаю? Или не будить тебя одно дне? Ты зачем рано? Встану и встану. Мы встаём всегда вот с Верчика и с Ульяной во сколько. Не, Ульяна может спать. А мы встаем и встаем. Леночка, желательно до шести полить. Вот сейчас я не встану. Ну, я отстану. Чуть-то дальше. О. Я не встану. Вот это вот воды налить. Вот видите, не успели воду. Вот этот чёрный ванн туда. Таскать дюжу. Там вода сухая, воды нету. Чёрный вообще фиг пойми где. Ну, а что мы сделаем? Я и туда поставил. Вы зачем мы сюда перетащили? Чтобы я не стояла, не ждала, пока мне нальётся. Ты мне скажи, ладно. Я отсюда черкаю и всё. Ты мне скажи, пять тысяч, которые вот лежат. Ты, вот я тебе зарплату сейчас всё отдам, а ты на фотографию будешь. Правильно ведь всё? Пять тысяч лежат, я бы заберу. А то это, как вы, купили бы шланги завтра. На полив ты хочешь? Ой, шланги дорогие. Ну, попробовать, чтобы вот как-то у неё вот этот вот бак подключил и ходить. Ну, я тоже хочу, да. Но они дорогие вообще капец. Очень дорогие шланги. Более водки. Ну, надо бы, да, вот купить шланг. И правда. Вот сейчас был бы шланг. Вообще, правда, красота. Он там напорный, не нужен такой бешеный. И вон, поливай. У меня без фотографа 49 стоп надо. Без фотографа. А фотограф ещё 8 тысяч.